МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кофта создает какое-то волшебное настроение. Спасибо. У тебя тоже очень красивая кофта. Но вот здесь изображен сюжет очень известной чувашской сказки, можно сказать, даже легенды. Она называется «Девочка на луне». Помнишь те темные пятна на луне, когда смотришь на полную луну? Глазки, носики, все такое. Мы видим лицо, а вот ревние чуваши там видели девочку. То есть как будто она и есть эти темные пятна? Ну да, если там присмотреться, можно увидеть какой-то силуэт девочки. Ее звали, кстати, Пенеслу. А что это значит? В переводе с древнетюркского и старочувашского Пенеслу разделяется на две части. Пенес – это получается пенеш-разум, и слу – это красота. Получается разумная красота. О, это имя вполне соответствует нашим сегодняшним гостям. Это правда. У нас сегодня умницы и красавицы Аня Лычева и Маша Павлова, студентки третьего курса фортепианового отделения. Да, очень приятно вас здесь видеть. Спасибо, что пришли в такую горячую пару. Время сессии, да, перед самым Новым годом. Новый год – это волшебное время для каждого человека, где мы все верим в чудеса, дарим друг другу подарки. Кстати, у меня дома стоит живая елочка, под которой будут складываться подарки. Я надеюсь, мы до праздников дадим сессию и с отличным настроением будем встречать Новый год. А как вы успеваете готовиться к сессии и упаковывать подарки? Потому что, насколько я знаю, у вас сейчас прям вау вообще идет. Самая горячая пора. Честно говоря, мы не успеваем. Да. Я для себя решила, что пока я не сдам все экзамены, то никакого новогоднего настроения, никаких подарков, поэтому держимся. Ну, осталось еще буквально неделька. Осталось, да, один экзамен и все. Ну, хорошо, успехов вам, удачи. Хорошо, что погода помогает тебе не отдаваться в новогоднем настроении и сосредоточиться на сессии. Потому что и погода плачет, и, наверное, вы тоже. Пока нет. Скажите, вот вообще очень горячая у нас выдалась пора. Не только Новый год, осень. У нас 90-летие было училищем. Вы участвовали в концертах, посвященных этой дате. Что было сложнее? Сейчас к сессии готовиться или к этим концертам отчетным? Экзамены – это еще цветочки. Ого. Звучит ужасно. А концерт круче экзамена в сотни раз, потому что твою работу оценивает целый зрительский зал. Да. Ну да, это очень классно, когда ты выходишь после концерта, и незнакомые люди хвалят тебя. Какая ты молодец, как ты прекрасно играешь. Наверное, еще круче чувство, когда педагоги хвалят тебя. Они хвалят вас после экзаменов? Да, они нас ругают, ругают, а потом мы играем, все отыграли, и все. Вы такие молодцы, вы так прекрасно играли, и потом снова ругаются. Ну, вы у нас с фортепианного отделения. Вообще, я тоже училась в детстве в музыкальной школе на фортепиано. Я очень хорошо помню момент, как я влюбилась в этот инструмент. Была совсем маленькая девочка еще в детском саду. Нас привели на первый урок музыки. Стоя фортепиано. Мы на маленькой лавочке низенькой сидели. Вот так вот, на таком уровне, примерно, пианино. Женщина начинает играть, продавливаются эти клавиши, и музыка рождается. Вот меня заворажил сам этот момент, какая-то магия, что именно на кнопочки какие-то человек нажимает, рождается музыка. Я своим родителям в итоге так и сказала. Я хочу научиться нажимать на кнопочки, поэтому отведите меня в музыкальную школу. Ну, в итоге так и произошло. Какая у вас история, Маша, может быть, расскажешь? Моя любовь к фортепиано зародилась очень недавно. Только тогда, по сути, когда я поступила в училище. То есть музыкалке я не особо понимала, зачем мне все это нужно. Нужно ли это мне вообще. Поступив в училище, я начала больше выступать, больше находиться на сцене и раскрывать новые возможности фортепиано и больше вкладываться в свою специальность. И, соответственно, она мне тоже за это отдает. То есть все возвращается. Сила того, сколько сил ложишь. И это самое приятное, на самом деле. Здорово. А Аня, у тебя как-то было? У меня было счастливое детство. В детский садик я не ходила. Тоже не ходила? Я тоже, кстати, не ходила. Просто в деревне не было садика тогда. В садике писать меня обучили дома. С пяти лет я ходила в студию развития «Радость» в Дон пионеров в городе Новочебоксарск. Я там впервые познакомилась с фортепиано потом в шесть лет. Да? До знакомого с самого детства получается? С ума сойти. Потом в шесть лет поступила в детскую музыкальную школу в город Новочебоксарск. В шесть лет. Сомнений, куда пойти учиться дальше, у меня не было. Потому что я с детства мечтала и мечтаю стать пианисткой. Ого. Кстати говоря, ты же выступала на большом концерте 90-летия в Театре оперы и балета. Мы видели, как усердно ты готовишься, даже прерывая наши репетиции. Но все равно ты, как всегда, блестяще выступила. Хотелось бы спросить, как ты умудряешься всегда сохранять такой хладнокровный разум и сосредоточенность и спокойствие перед любой публикой? Перед выступлением я настраиваю себя на то, чтобы передать энергетику, заложенную композиторам в произведение. А волнение меня накрывает уже после выступления, потому что я думаю, поняли ли меня слушатели, все ли чувства и эмоции я смогла передать. С ума сойти, вот это интересный подход. Кстати, давайте посмотрим видео с отчетного концерта вашего отделения, где вы обе выступали, а потом еще выступали с ансамблем. Вот давайте сейчас это видео посмотрим. Оно небольшое, оно с этого года. Давайте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потрясающе звучит ансамбль из 12 рук, девочки, это просто капец. И не понимаю, как вы поместились в шестером за двумя роялями. Это было на самом деле очень сложно, потому что это физически неудобно. То есть, когда ты играешь, и тесновато. Вы мешали друг другу? Нет, это было интересно, и мы чувствовали себя единым организмом. А как вы к этому привыкали? Я уверен, что после одиночного выступления вам было не очень просто. Нам приходилось меняться местами, чтобы другие партии слушать. То есть, вы играли разные партии, чтобы каждую из них слышать? Мы их знали просто, но мы физически менялись местами. То есть, за разными инструментами играли, чтобы что-то понять, что-то услышать. Вообще, вам приходится играть разными составами, разными коллективами, с разными людьми. И по своему опыту могу сказать, с кем-то можешь спеться, сыграться, с кем-то не идёт по каким-то причинам. Как вы думаете, в чём здесь дело? Схожесть темпераментов, характеров? С кем вам легче бывает или сложнее? У меня есть какое-то мнение на этот счёт? В этом семестре мы сдавали экзамен по концертмейстерскому классу. И я, и Маша аккомпанировали заслуженной опытной артистки Чувашского театра оперы-балета Людмиле Яковлевой. Также мы сдавали зачёт по камерному ансамблю. Я играла со скрипачкой. Это очень интересно. И приобретаешь опыт в совместном исполнительстве. А получается, к каждому напарнику долго привыкаешь или всё равно? Можно. Как много требуется репетиций вообще, например, с ансамблем сыграть? Мне кажется, от напарника зависит. Потому что мне, чтобы сыграться, нужно прям на 100% доверять человеку и видеть его профессионализм. Если мне не нравится, как он играет, мне некомфортно с ним играть. И я не буду хотеть с ним играть. А что вам больше по душе? Играет сольная или всё-таки с ансамблем? С ощущением какой-то единственной? Соло привычнее, конечно же. Но ансамбль, мне кажется, даже не то чтобы полезнее, интереснее. Потому что это разные инструменты, разные подходы к людям и общение, прежде всего. Несколько раз у меня посчастливилось сыграть с камерным и симфоническим оркестрами. Это были очень одни из запоминающихся концертов. С симфоническим я тоже, кстати, играла в третьем классе, и я очень сильно уложила. Я пошла не на ту реприза. То есть оркестр играет одно, а я играю другое. Дирижёр очень сильно удивился. Конечно, больше я с оркестрами не играла. Ну, ничего, всё впереди. Да, только на третьем курсе. Вообще, если вот так вот подумать, для любого музыканта фортепиано является основным инструментом. Мы его тоже изучаем. Но чем больше я занимаюсь фортепиано, тем больше я не понимаю, например, вот одни и те же клавиши, одни и те же ноты. Почему-то моя игра не звучит так хорошо, как у фортепианистов. Фортепианистов. Разные руки, ладно. Хорошо. Наверное, дело же не только в том, что нажимать и в каком порядке. То есть порядок и ритм можно запомнить какой угодно. В принципе, мы сдаём сочёт по фортепиано, и я как бы играю. Но я понимаю, что у меня не звучит так хорошо, как бы хотелось. Вот в чём секрет? У вас уже есть педагогическая практика. Вы можете объяснить, почему так по-разному звучит игра? Объясните это как ребёнку. Вы же уже с детьми работаете? Да, мы работаем с детьми. Ну, на самом деле, это, конечно, прежде всего постановка рук. И чтобы у тебя был какой-то аппарат, через который можно передавать образы. А образы передавать всё проще с годами. То есть с помощью каких-то штрихов, деталей. И люди начинают тебя понимать, и это приятно. В смысле ученик подрастающий? Да. Чем больше он обладает определёнными терминами, что это получается? Ну, какими-то образами в голове. То есть надо обогатеть своё язык, получается. То есть, понятно, в первом классе я не буду говорить ребёнку о том, что вот в этой пьесе такая любовь к природе. Не к природе, даже вообще любовь, какие-то сложные такие чувства для него пока что. То есть какие-то просто радость, веселье, либо, наоборот, грусть-печаль. И всё это пополняется уже с годами. То есть всё исходит именно от духовного восприятия, прежде всего. Да. Но при этом руки и постановка рук – это очень важно. Главной задачей исполнительства является, конечно же, не только перебирание клавиш, а наиболее точное раскрытие художественного образа. Для этого нужно трудиться, работать над звуком, над его качеством. Ведь от этого зависит и характер произведения. Кстати говоря, звуки на фортепиано, звуки можно передавать по-разному. И потише, и погромче. Но, по-моему, у вас есть дополнительный инструмент – синтезатор, да, ведь? Который, как нажмёшь, в любом случае сильный звук получается. Ну, какой-то. Скажем. Уже сложнее выразить нюанс. Да, но вообще интересно, что у пианистов дополнительный инструмент, электронный. Какое-нибудь мнение можете высказать по этому поводу? Насколько вам интересно заниматься на синтезаторе? Это очень интересно, на самом деле, и очень хорошо отвлекает от специальности и позволяет даже классическую музыку, не только классическую музыку разных жанров узнать. Потому что мы сидим в классике, и мы не познаём другие жанры. Это очень интересно. На занятиях синтезатором? Да, там и джаз, и много всего такого. И киномузыка, я обожаю играть киномузыку. Ага, и узнаёте стили. Да, и стили познаю. Ага, то есть фортепиано – это путь к классике, а синтезатор – это с современным направлением, так что ли, получается? Фортепиано – это совершенно два разных инструмента, и предназначение тоже у каждого свои. С помощью синтезатора можно оркестровать, аранжировать абсолютно любое произведение. Хочешь струн смычковые, хочешь, добавишь там арфу, флейт и так далее. Вот, я думаю, это на самом деле студентам теоретического отделения было бы очень полезно заниматься. Да, и здесь, в принципе, полезно. Они инструменты узнают. Детки, да? Да. Я слышала, что сейчас даже в музыкальных школах уже есть такой выбор, прийти и учиться сразу на синтезаторе. У нас, наверное, поэтому и лучше, чтобы мы могли и преподавать, да. Кстати говоря, у нас есть интересное видео, которое полностью раскрывает все возможности синтезатора, наверное. Давайте его сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клавишные инструменты, можно сказать, что прошли через своего рода эволюцию. Да, клавесин, клавикорд, теперь фортепиано такое, каким мы его знаем. И вот, согласно историческим сведениям, даже самый Аганн-Себастьян Бах, он сперва не принял конструкцию современного рояля, она ему не понравилась. Тем не менее, сейчас это то, что мы видим, о чем мы играем. Да, вот что вы думаете насчет электронного пианино? Фортепиано сейчас все больше появляется в бытовой обиходе этот инструмент и, может быть, у вас, ну, у вас есть опыт игры на синтезаторах, на электронных фортепиано. Это уже теперь инструмент будущего? Или все-таки разные дороги у этих двух? Мне кажется, все-таки разные дороги, потому что синтезатор, он подходит и для людей, которые не имеют какого-то профессионального образования музыкального, но они хотят познакомиться с музыкой и хотят сами что-то творить. То есть они даже могут написать какую-то композицию, там будет вступление, будет завершение, будет определенный стиль. И там, ну, в принципе, это несложно, может любой. А фортепиано для этого нужно очень много трудиться, и это не так просто, мне кажется, как синтезатор все-таки. Для меня фортепиано – это живое существо, а электронный инструмент, он лишен той душевности, той чувственности, которая есть в живом инструменте. То есть живой и неживой. То есть вот так вот разделение у вас внутри происходит. Кстати говоря, у вас, когда в училище ставили концерт, хорошо синтезированный клавир, да? Да, так его назвали, отрывок из видео с этого концерта. Преподаватель вашего отделения Александр Николаевич Белянкин был прямо в восторге от возможностей синтезатора. А вы это воодушевление разделяете в какой-то степени? Ну, понятно, что это не как специальность, но его воодушевление, в принципе, приятно, когда ты приходишь на урок, и он дает тебе какое-то произведение. И прям смотри, как красиво, смотри, как можно тут, смотри, как можно там. То есть это заразительно. Это заразительно. То есть вот мы говорили как раз-таки о новых стилях, о различных стилях в плане того, что синтезатор открывает возможности как раз-таки для этого. Была разница. Вы сказали, что на синтезаторе можно это все сыграть, а на фортепиано это получается не так. То есть все эти жанры, стили, которые можно играть на синтезаторе, на фортепиано не получится, что ли, сыграть никак? Ну, на синтезаторе у тебя будет как бы целый оркестр воображаемый, а на фортепиано ты один. Ну, это будет не так, а это все-таки разно. Вообще, я вспомнила тоже еще одну историю своего детства. Моя учительница по фортепиано, она мне говорила, что этот инструмент уже как целый оркестр. Там столько тембров, если всех услышать, почувствовать в тебя в руках. Вот этот целый оркестр в одном инструменте живом, да, с живым звуком. Ну вот у вас уже такой приличный опыт, третий курс в училище. Может быть, поделитесь каким-то напутствием, наставлением для будущих абитуриентов, кто, может быть, задумывается о том, чтобы поступать к нам, какие-то советы им дельные дать. Или не совсем понимают, зачем он занимается фортепиано. Да, как я, например. В итоге тебя подруга привезла? Нет, я сама пришла туда, потому что, ну, сцена. Потому что это был единственный мой выбор, чтобы попасть на эту самую сцену. То есть я больше ничего не умела, по сути. И поэтому мне пришлось. Ну, вот по поводу усердия, которые приходится прикладывать. Все-таки мы тут с Лешей поняли, в любой специальности творческий путь артиста, он не такой радужный, как кажется. Приходится очень много трудиться. Вот, Аня, мне кажется, и твоя невозмутимость, и профессионализм, когда ты выходишь играть на концертах, ты говорила, что волнение потом появляется. Ну, я уверена, за этим просто стоит огромный труд. Труд? Вот, по сколько часов в день ты играешь? По сколько часов в день? Я не скажу. Останется твоим секретом. Ну, на самом деле, труд, мне кажется, это уже в начале пути, а потом это уже перерастает в что-то такое приятное. Сама жизнь? Да. А наша передача тем временем подошла к концу, поэтому мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом, благодарим! Чебер Юр! Всех с Новым Годом! До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!